Здесь его внучка Екатерина Павловна в 1929 году. Кончилась осененная Пушкиным пора Остафьева. Уехали в Германию Петр Андреевич и Вера Федоровна. Наступила эпоха Павла Петровича. Сейчас в этом большом овальном зале плафон белый. Оштукатуренный. Но в свое время князь Павел Петрович Вяземский вместе с художником, с итальянским художником Сан-Джованни расписал плафон по примеру венецианских палаццо. И причем изобразил он здесь своих знакомых, себя. Очень интересные композиции были. Он даже изобразил Марию Аркадьевну, свою супругу, но она не пожелала быть среди женского общества. Ее пришлось записать другой фигурой. После окончания университета князь Павел Вяземский был определен на дипломатическую службу в Константинополь. Там он женился. Красавица Мария Аркадьевна Бек, урожденная Столыпина, к тому времени уже была вдовой с двумя дочерми. Блестящий ученый, коллекционер, он превратил Остафьеву в музеи. Громадная библиотека в 32 тысячи томов, огромное собрание более 600 картин западноевропейских художников, древние рукописи, иконы, рыцарские доспехи. Бережно сохранялось все, связанное с дедом и отцом. В 1868 году дочери Павла Петровича Вяземского, княжне Катеньке, предложил руку и сердце один из самых завидных женихов России, граф Сергей Дмитриевич Шереметьев. Это спасло заложенное и перезаложенное Остафьево. Культурная эстафета передавалась из рук Вяземских в руки Шереметьевых. Василиса-младшая Средняя Настенька Просковья Старшая Сестры Шереметьевы Их мама Евдокия Васильевна Шереметьева Правнучка Сергея Дмитриевича и Екатерины Павловны Евдокия Васильевна, я смотрю эти фотографии и действительно воскрешается прошлая жизнь. Вы были удалены от Остафьева первую половину своей жизни, так же как папа, да? И очевидно, вы жили вот этими фотографиями, вы были постоянно в Остафьеве благодаря этим фотографиям. Ну, конечно, представлялся образ Остафьева и интерьер его, и парк, вот эта усадьба. А самое главное, что видны лица людей, которые были связаны с Остафьевым. И кто здесь? Вот на этой фотографии Вера Федоровна Вяземская, Баден-Баден со своей семьей, когда уже умер Петр Андреевич Вяземский. Вот она. Вера Федоровна? Да, Вера Федоровна еще жива. И все было живо? Да. Удивительно. Она родилась в XVIII веке? Да, да. Ей было уже далеко-далеко за 80. За 90 лет? Да. А это кто? Это мой дед Павел Сергеевич Реметьев на балу 300-летия дома Романовых. Вот этот известный бал. Да, да. Там были все в боярских одеждах. Да, последний бал, он называется. Последний бал империи. Да, вот он в костюме на этом балу. Но это единственная фотография, которая не имеет отношения к Астафьеву. Нет, дело в том, что Павел Сергеевич, он принял от своих родителей хранение Астафьева. И уже с 1906 года он полностью занимался, он сам Астафьевым, то есть был его главным хранителем, занимался всей его историей, всей музейной деятельностью, вплоть до своей смерти. До закрытия музея в 1930-м году. И вплоть до своей смерти он, так сказать, хранил Астафьевские все вещи, архивы, которые у нас домашние связаны с Астафьевым. До 1943 года, когда он был. Человек, который отдал, подарил все, что имел. Самый богатый человек в России, может быть, был. Один из самых богатых, да? Все отдал своей стране. Самый главный, что он не уехал, постарался помочь своей стране и своему народу с его музейным прошлым. Потому что он восстанавливал, например, оружейную палату в Кремле. Вот, так как там было все разорено, и вот он ходил и восстановил ее. У него был пропуск на 24 часа, он лежит в нашем архиве. Этот вот в Кремль. А вот эта фотография возвращает нас... Это в 2011 году открывался памятник Карамзину. И тут вот прекрасное общество, удивительные совершенно лица. А вот Астафьева, кстати говоря, уже после реставрации советского периода. А вот до, видите, когда еще не застекленные галереи. Да, да. Это был правительственный дом отдыха. Да, да. И поэтому делали, что хотели. Министерство обороны, да. А музей здесь был создан еще до 17-го года. Конечно. Музей первый, так сказать, уже был, он так заповедным в 96-м году. Вот эта вот усадьба. И самое интересное, сюда могли прийти любые люди. То есть только единственное было условие, чтобы в опрятном виде и не в пьяном состоянии. И могли, так сказать, посмотреть. Это при том еще не только здесь. Это и в Кусково, и в Останкино. Можно было прийти и посмотреть, так сказать, внутренность Творца. А у нас даже до сих пор, до последнего времени, недавно только умерли, например, две гимназистки, которые были, то есть бывшие гимназистки, которые были в Остафьево. Ходили, смотрели, им показывали все. А в 11-м году уже открылись все памятники. И то есть это уже было признанным, так сказать, музеем. Благородный жест был, конечно. Да, потому что это был первый музей Пушкина, кстати говоря. Это же Наталья Николаевна отдала Петру Андреевичу, Вяземскому, так сказать, вот эти вот личные... Жилет. Да, жилет, все, вот эта вот кора от дерева. Все же здесь находилось, вот в Карамзинской комнате. Вот это потом переехало отсюда, все. И какими же нужно быть равнодушными людьми, чтобы в 29-м году, в 30-м году вот уничтожить... Да, нецелесообразно, хотя приходило до 500 человек. Вот в летнее время приходило до 500 человек в день. Вот у Павла Сергеевича записи. При этом он был какое-то время самое коротенькое заведующим, а потом, в общем, работал дворником, вообще неизвестно, так сказать, кем вот он был лишенцем. Но все равно он вплоть до последнего времени, он старался, так сказать, сохранить все. Быть может, в душе моей угасло не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, Как, дай вам Бог, любимый быть другим. Я вас любил безмолвно, безнадежно, Я вас любил так искренно, так нежно, Как, дай вам Бог, любимый быть другим. В старинном гербе графов Шереметьевых девиз – Deus conservat omnia – Бог сохраняет все. Бог сохранил Останкина, Кускова, фонтанный дом в Петербурге. Возрождается Остафьева. Петербурге. Безвестайя. Безвестайя. Безвестайна. Безвестайна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok